Развесили по всей стране предвыборные плакаты с изображением Владимира Путина. И с этими плакатами стало что-то происходить. В городе Томске лик, прекрасный лик президента Путина расстреляли из пейнтбола. В городе Владивостоке лицо президента Путина забросали яйцами. В городе Петербурге на изображение Владимира Путина крупными буквами написали слово «лжец». Короче говоря, неуважение проявляет народ. Вот эти вот несчастные 14%, нас же считается, что 86% поддерживают. Так вот, они, значит, портят лик нашего лучезарного президента. Что сделало начальство? Начальство отреагировало, надо сказать, вполне адекватно. Перед изображениями Путина на предвыборных плакатах во многих городах России сейчас установили полицейские посты. Это не шутка. Это на самом деле так. Пришли соответствующие сведения с фотографиями из Новокузнецка, из Сыктывкара, из Нижнего Новгорода, из других городов. Дежурят полицейские около портретов Путина. Причем дежурят круглосуточно. Ночью стоят полицейские машины. Иногда прямо с надписью «полиция», иногда частные машины этих самых полицейских. И сторожат нашего президента. Но я думаю, ребята, что вы, тем не менее, найдете способы, как эту полицию перехитрить. Кстати, можно делать надписи очень разнообразные. Ну, лжец, понятное дело, но можно что-то и посмешнее. Скажем, могу подсказать такую надпись. «Путин плюс рыбка равняется любовь». Или что-нибудь еще. Предлагаю вам маленький конкурс на тему, чтобы вы написали на изображении Путина на предвыборном плакате. Давайте, присылайте свои варианты. Лучшие будут мною зачитаны. Ну, и если вы объявитесь с координатами, адресами и так далее, будет вам обязательно какой-нибудь симпатичный приз. Продолжение следует...